Всем привет! Я очень давно не выходила в эфир. Сегодня хочу с вами начать такой небольшой марафон из четырех видео. Хочу выстроить вместе с вами фундамент для успешной коммуникации, причем вне зависимости от контекста, масштаба. Посмотреть, на что мы можем обращать внимание и таким образом влиять, чтобы исход этой коммуникации всегда был мирным и максимально приближенным к тому, что мы задумали. Если вы задаетесь вопросами, почему не работает это, почему мне так трудно с этим человеком, почему я никак не могу договориться с тем-то, не переключайтесь, посмотрите это видео вместе со мной. Сразу скажу, что многое из того, о чем буду говорить, я заимствую из работы Вернера Эрхарда. Я уже довольно плотно взаимодействую с этим материалом почти два года. Перевожу курс Being a Leader, который Вернер в том числе ведет сам как инструктор. Информацию о курсе можно будет посмотреть по ссылке в описании. Первое, что я предлагаю всегда держать в фокусе, это то, откуда идет моя коммуникация. Держать в фокусе то, что тот ответ, ту реакцию, которую вы получаете, это та коммуникация, которую вы изначально заложили. Это то намерение, которое изначально там содержалось. Здесь я цитирую Вернера Эрхарда. Я понимаю, что все люди вменяемы, осознанные, и мы всегда знаем, что начиная какой-то разговор, приходя на переговоры или обращаясь к конкретному человеку с каким-то запросом, мы всегда как бы понимаем, зачем это. Но на что я предлагаю обратить внимание, так это на источник коммуникации в каждой реплике, в каждой своей реакции. Я не говорю здесь о беседах за бокалом вина, о разных обсуждениях фильма или каких-то таких вежливых или просто приятных таких разговорах поболтать. Я говорю о том, что то, как мы свою коммуникацию выстроим в каких-то разговорах, часто будет определять то, что дальше произойдет в нашей жизни. Итак, прежде всего, тот ответ, та реакция, которую мы получаем, это та коммуникация, которую мы заложили. На что здесь я хочу обратить внимание? На то, что свойственно всем нам, людям, на то, что является продолжением работы нашего мозга. Наш мозг, я напомню, отвечает исключительно за то, чтобы мы выжили и за то, чтобы мы продолжали размножаться как вид. И получается так, что защитные механизмы, которые автоматически работают на эту задачу, почему-то продолжают работать и там, где физической угрозы нам ничто не несет. Угроза существует лишь тому, что мы привыкли думать о себе. Лишь тому, в чем мы привыкли быть правыми. Лишь тому, как мы привыкли себя представлять. Да, себе и окружающим. И получается, что интенцией, то есть задачей нашей коммуникации слишком часто становятся такие вещи, как собственная правота. Как желание произвести хорошее впечатление. Желание доминировать в этой ситуации. Желание обесценить другого в этой коммуникации. И желание избежать ответственности. Не стоит слишком это концептуализировать, оспаривать, а просто обратить внимание, вот в следующем разговоре, который у вас состоится, на то, почему я сказала именно это. Почему я отреагировал именно так. Так, я поделюсь первым примером, который приходит мне в голову, так это то, что я слишком много времени в своей жизни потратила тому, чтобы поддакивать кому-то, чтобы дать человеку, который говорит мне о чем-то, знать, что я уже это знаю. Да, 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 я это проходила, я с этим работала, я знаю, что это так. Так, когда я увидела, что со мной вот такая история происходит постоянно, я была просто счастлива, потому что как минимум я получила выбор, делать это или не делать этого. То есть получается, что я как будто бы чувствовала некоторую угрозу, а вдруг они подумают обо мне хуже, чем мне хотелось бы, а вдруг я буду выглядеть, как я не права, а вдруг я как-то недостаточно ценный буду выглядеть в этой ситуации. И вот это вот все драйвило мной, рулило мной в этой коммуникации, когда я говорила, да-да, я знаю, да-да, это я знаю, да, это понятно и так далее. Очень часто в попытках избежать ответственности мы начинаем приплетать какие-то обстоятельства, грузить так называемый эфир какими-то объяснениями, когда это уже не важно, да, то есть какого-то результата мы не выдали. И паровозом к тому, что вот я не сделал, мы прикрепляем кучу каких-то объяснений, почему, что произошло, это понимаешь, это потому что, то-то-то-то, это уже никому не нужно. Задумайтесь в следующий раз, зачем вы это делаете, да, то есть когда вы видите, что вся эта коммуникация истекает из того, чтобы избежать ответственности, у вас появляется выбор. На самом деле, что мне сейчас важно, это, да, перенести куда-то свою ответственность, или же мне важно прийти все-таки к какому-то результату, создать договоренность, да, с человеком, как бы сказать, расчистить пространство нашего взаимодействия для дальнейшей работы успешной. Что мне на самом деле важно? Как на эту задачу работают мои объяснения? Как на эту задачу работает моя попытка уйти от ответственности? Вопрос, да? Вот. Дальше, что происходит очень часто? Попытка доминировать в ситуации, да, я опять же вот из своего опыта могу поделиться тем, что когда кто-то дает мне, возможно, очень дельный совет или какую-то рекомендацию, да, или какая-то быстрая ситуация, когда вроде бы все равноправно могут принимать решение, но вдруг кто-то мне говорит, так, сейчас ты делаешь вот это, часто просто из желания доминировать я как бы что-то такое высказываю, что там, да и ладно, я сама решу, я и так знаю, это не самое главное, или там пытаюсь что-то сделать так все-таки по-своему, и если обратить на это внимание, то я увижу, что я действую, я коммуницирую из желания доминировать, из желания быть главной здесь, да, быть правой в чем-то, вот. Ну, по поводу правоты, это вообще бесконечная тема, да, какие-то обмены мнениями часто становятся самым главным для людей в жизни, да, то есть вот эта вот бесконечная попытка оказаться правым, доказать, что что-то произошло не по моей вине, что вот там я, как я думаю, так и должно быть, какие-то подтверждения, это вот становится для некоторых смыслом жизни, и если мы просто будем обращать внимание на то, а зачем я сейчас это сказала, зачем я сейчас это говорю, что сейчас у меня вылезает изо рта, что я еще могу сдержать, и когда я вижу, что это исключительно решает задачу отстоять собственную мою правоту, у меня появляется выбор посмотреть на то, а что мне на самом деле важно от этой ситуации, да, зачем я вообще затеял этот разговор, или с чем человек ко мне сейчас обратился, у меня появляется выбор. Также есть очень такой интересный момент когнитивного диссонанса, ну, с одной стороны, это привычное уже выражение, с другой стороны, для меня было интересным открытием, что этот когнитивный диссонанс, он может проявляться в очень неожиданной для нас форме. Когда я сейчас говорю о разговоре о коммуникации, я также включаю сюда какие-то моменты, когда мы читаем какой-то материал, изучаем, когда мы слушаем какую-то там лекцию, да, или какой-то мастер-класс от человека-эксперта, и довольно часто получается так, что если информация новая, если информация не вписывается в привычные для нас рамки, если она нам неудобна, и, можно так сказать, нам нечем ее воспринять, будет возникать когнитивный диссонанс. Если у нас уже есть какие-то устоявшиеся взгляды на предмет, о котором идет речь, и тут мы получаем какую-то информацию, и нам нужно сразу как-то удержать два вот этих мнения, две этих позиции, может быть крайне некомфортно. И, как правило, этот когнитивный диссонанс – это очень некомфортное чувство. Что происходит? Человек, я опять же сейчас говорю о нормальном функционировании мозга человека, вне зависимости от возраста, позиции, уровня образования. Столкнувшись с когнитивным диссонансом, с необходимостью быть с чем-то, что нам нечем воспринять, мы сразу пытаемся от этого избавиться. И помимо какой-то такой довольно очевидной и агрессивной реакции, когда начинаем что-то оспаривать или там сразу отбрасывать, как «Ой, нет, такого не может быть, я в это не верю, да это вообще полная чушь», здесь хотя бы как-то это может сигнализировать о том, что «А, может быть, наверное, это для меня просто что-то новое и непривычное, а вдруг там что-то ценное». Также когнитивный диссонанс может скрываться под такими формами, как просто жуткая личностная неприязнь к источнику этой информации, да, то есть вдруг там что-то нам человек говорит такое, мы начинаем сразу зацикливаться на том, какой он там лысый или какие у него волосы, наоборот, какого-то не того цвета, да вообще какая-то коротышка, какой-то страшный, выглядит как бомж, или наоборот, какой-то он слишком гламурный, да что он вообще об этом знает. То есть в чистом виде идет реакция на саму личность того, кто сейчас нам эту информацию преподносит. Если это в себе поотслеживать, опять же, мы даем себе выбор, ну, побыть с этим немножко, да, ну хорошо, да, у меня такая реакция, я человек, это естественно, это не значит, что в этом содержится действительно какая-то опасность. Немножко это пережить и двинуться дальше, чтобы уже более осознанно повзаимодействовать с этим новым материалом, с этой новой информацией, с этой новой идеей. Я думаю, что часто это может быть в рабочих контекстах, особенно когда, например, подчиненный человек, да, обращается к своему боссу с какой-то инновационной идеей, какой-то темой, и тут часто могут личностные нападки возникать. Да что это вообще такое, да ты вообще кто, чтобы мне это предлагать? И таким образом иногда мы можем лишить себя какой-то очень ценной возможности, новой. Как еще может выглядеть когнитивный диссонанс? Либо в разговоре с человеком, либо при взаимодействии с каким-то материалом, когда мы что-то читаем или что-то смотрим, слушаем на видео, у нас возникает ощущение, а, короче, все понятно, ой, это вообще скучно, ой, блин, сейчас совершенно нет времени, пойду позанимаюсь чем-то еще, я сейчас так хочу спать, мне надо, наверное, сейчас ценнее будет поспать, я потом когда-нибудь к этому вернусь. То есть какие-то возникают объяснения, такие порой очень весомые, для того, чтобы сейчас с этим перестать взаимодействовать. Обратите внимание здесь, да, опять, что возможно происходит? Возможно просто вот этот дискомфорт, который свойственен всем, это не значит, что это плохо, это не значит, что с вами что-то не так, это естественная реакция, которую можно просто немножечко дать себе возможность пережить и двинуться дальше, взаимодействовать с материалом, взаимодействовать с человеком, не ведясь на автоматические реакции нашего мозга, что с ним что-то не так, он какой-то неправильный, или ой, сейчас я не могу, мне это не лезет. И также это может выражаться в том, а, я все это уже давно знаю, я и так умный, это уже мне лишнее. Поэтому обращайте на это внимание, да, наряду с такими вот интенциями, как отстоять свою правоту, как, значит, вот это вот желание обесценить другого, чтобы быть доминирующим в этой позиции, как желание избежать ответственности и перевести стрелки на обстоятельства, на все что угодно вокруг, да, когда будет очень много всяких объяснений уже после чего-то не произошедшего или произошедшего. Обращайте внимание также на то, когда возникает этот противный когнитивный диссонанс. Спокойно рассмотрите это, спокойно дайте себе с этим побыть и двигайтесь дальше уже очищенно, без этого автоматического барьера. Я еще призываю помнить, когда говорю о источниках того, что мы говорим в данной какой-то конкретной ситуации, так это то, что мы все люди в этом плане устроены примерно одинаково. И то, что подобные реакции в разговоре будут возникать и у вашего собеседника. Если вы понимаете, что такая вещь, как избегание ответственности, угроза собственной правоте или тому, что человек привык о чем-то, будет проявляться в виде какой-то защиты, нападения на вас же, будет сбывать человека с того разговора, который вы пытаетесь выстроить, обращайте также внимание и даете ли вы для него прямую угрозу его правоте, что-то, что обесценит его, и в ответ на это он начнет защищаться и пытаться доминировать над вами. Смотрите внимательнее, зачем и с чем вы сейчас говорите то, что вы говорите. И не ограничивая себя в возможности выговорить свои ожидания и интересы. Смотрите на то, как вы будете эти высказывания выстраивать, оставаться вот на треке того, зачем вы сейчас беседуете. Так, на этом я закончу это видео. Чтобы не растягивать его до бесконечности, я обязательно продолжу эту тему. Если вы хотите продолжать наблюдать за этим в себе, подписывайтесь на мой канал, заглядывайте, когда к вам будет приходить уведомление о том, что появилось новое видео, и обязательно взаимодействуйте с этим, именно рассматривая это в своем опыте. А, как это происходит у меня? То есть берите это и смотрите на то, на что это указано. Всем большое спасибо. Надеюсь, увидите вас в следующий раз. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok